Количество аварий с участием мотоциклов увеличивается. Сегодня утром на улице Советской водитель автомобиля Nissan X-Trail, поворачивая на стоянку, не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался прямо. Водитель иномарки признался, что байкера не увидел. Мотоцикл протащило по дороге на несколько метров. По предварительной информации, у мотоциклиста ушиб головы. От более серьезных травм его спас шлем. Свидетели аварии уверяют, что байкер на дороге вел себя адекватно, двигался в потоке машин спокойно. Мотоциклист ехал совершенно с нормальной скоростью, так же, как и все автомобили. То есть ни быстрее, ни медленнее. И я его видел непосредственно перед аварией. Спокойный и адекватный человек. Общее количество за 2012 год у нас с участием водителей мотоциклов и скутеров было 10. В них 2 человека погибло, 7 пострадало. Уже с начала этого сезона, можно так сказать, открытия этого сезона для водителей мотоциклов, у нас произошло 6 дорожных транспортных происшествий, 3 человека, которые пострадали. В первую очередь, водитель мотоцикла и скутера – это самый незащищенный у нас участник дорожного движения. Будь внимательным, просто быть внимательным. Перевышать скоростной режим, включать осветительные приборы, как это положено у нас по правилам дорожного движения. Ну и водителям, другим тоже будьте внимательны, потому что данный участник дорожного движения, категория этого, она незаметна для всех остальных. Мы решили выяснить, у наших подписчиков мешают ли им мотоциклисты. В нашей официальной группе ВКонтакте размещен опрос с вариантами ответов. Голосование открытое, поучаствовать в нем может любой желающий. Так что присоединяйтесь. Итоги голосования мы подведем на следующей неделе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!